Ну и еще раз всем здравствуйте! Поздравляю вас с началом ночевого года! Сегодня у нас первое, так скажем, занятие по прошедшей лекции «Диалектика как методология марксизма» по лекции «Философия и проблемы истины в марксизме». Мы должны были подготовить три ответа на три ответа на три вопроса из представленных семи вопросов. Значит, первый вопрос был, что такое философия, второй – правильность, достоверность истина, третий – диалектическая истина, четвертый – диалектика как наука, пятый – диалектический материализм, шестой вопрос – исторический материализм, диалектика как источник и составная часть «Момент марксизма». Примерно как будет выглядеть формат нашей встречи. Примерно минут пять зачитываются ответы, которые были отправлены, как бы более развернуто, как доклад. И потом минут десять-пятнадцать может быть на обсуждение, на вопросы докладчику какие-то задавать, постараться пообсуждать данный вопрос. Кто готовил ответы на первые три вопроса или на первые еще какие-то? Что такое философия у кого-то есть? Философия, по-моему, ответили, там был такой краткий ответ – философия – это наука всеобщих законов природы, общества и мышления. На семинаре он разбирался, то есть там кто как-то отвечал не так приблизительно, то есть это как бы делались поправки, вот. То есть что-то можно добавить. Да, основная ошибка была в том, что, говорят, что философия – наука обо всем. Что это не совсем правильно так говорить. То есть это наука о всеобщих законах природы, общества и мышления. То есть эти законы, их действительно можно применить ко всему, но сказать, что это наука обо всем, который изучает все прям, это было бы неправильно. Это наука о всеобщих законах природы и общества и мышления. – Еще у кого-то есть? Может, давайте тогда просто по порядку, вот, например, начнем. Ну, вот Ксения начала уже как-то отвечать. Может, прям всю работу прочитать? – Да я не взяла с собой работу. – Ну, так, на память. – Ну, на память какие-то вопросы отвечали. На память еще лучше будет. – Так, я отвечала, значит, понятия, как бы, достоверности, истины и критерии истины. – Правильность, достоверность истины? – Да, правильность, достоверность истины. Вот. То есть я как бы поняла, что это разные градации понятия истины. То есть, как бы, правильность – это недостаточная истина. Достоверность – это, как бы, уже более высокая степень. Достоверность – это истина, подтвержденная фактами. Вот. А истина, она включает в себе две стороны всегда. То есть, может быть, правильное утверждение может быть с точки зрения формальной логики, и тут же может быть противоположное утверждение. Но правильное утверждение, оно еще не истинное. Вот. А истина, она именно может включать два правильных суждения, которые являются противоположными друг другу. То есть она двусторонняя. – Да, противоречия. – Да, противоречия. Вот. Ну и также, как бы, на семинаре тоже разбиралось, что истина – это соответствие объекта понятию и понятия объекту. То есть это вот такое определение истины. – Угу. Что, хороший ответ. Есть у кого-то что-то добавить? – Может быть, кто-нибудь приведет примеры истины? – Соответствие, да. – Да, вот истина. – Да, вот истина что? – Понятия, понятия объекта. – Которые противоречивые. Например, примеры. – Ну, это, я так поняла, может больше только использоваться в социальных науках, в науках как бы об обществе. То есть, допустим, в математике это не применимо. – Применимо. – В математике это вообще не применимо. Математика – это, в принципе, такая абстрактная наука. И она формально-логична, так сказать. – Да, да, там используются законы формальной логики. А вот в таких науках, где мы можем как бы разные суждения делать о предмете, то есть мы можем там, ну, какие-то разные стороны, да, предмета брать. То есть с одной стороны там, ну, допустим… – Ну, это такие вот педагогика, да, социальная какая-то, социальная предмета. – Да, ну, диалектику, в принципе, во всё подряд применять, ну, нет никакого смысла. То есть в борту она абсолютно не то, что бесполезна, да, ну, незачем. – Вот, в основном, ну, в основном её принято применять к общественным, к развитию общества, к истории. То есть вот исторический материализм, да, это диалектический материализм, применённый к изучению истории. – Ну, если брать пример конкретный, приводился же на семинаре, то есть вот хороший человек, да, то есть каждый про себя может сказать «я хороший человек». Вот, и в то же время как бы у каждого человека есть какие-то недостатки, то есть это уже получается плохой человек. То есть по законам формальной логики это как бы противоречие, эти два суждения вступают в противоречие, но, как бы, диалектическая, да, истина, она подразумевает, что человек может быть и хорошим, и плохим одновременно. – Есть. – Да, но то, что есть и плохие качества у человека, ну, у любого человека они есть, ну, как плохие, то есть какие-то недостатки, да, также и хорошие, положительные какие-то черты. – Ну, это такое общество, это… – Оценочные свойства, получается. – Да. – То есть можно и так оценить, и так оценить. – Там ещё, кажется, рассматривался вопрос мнения, где-то неэквивалентно. – Ну, мнение – это вообще, как сказать, у меня одно мнение, у тебя другое, и третье мнение, и оно в истине вообще абсолютно точно не имеет никакого отношения. – Ну, правильность, она как бы должна всё равно какими-то аргументами, да, быть подтверждена, то есть не просто так вот так сказано. – Да, не абстрактное осуждение, а только берётся объективное что-то. – Да, конечно, да. – То есть, ну, правильность – это вот опять же, вот человек плохой, да, можно сказать, что вот он плохой, и всё, и это не будет истина, да, потому что он, например, приходит домой, ну, и с детьми он очень такой хороший человек. – Это уже другая сторона вопроса, если мы рассматриваем человека, ну, как бы, как качество положительное и отрицательное человека. Вот. Достоверность – это то, что, ну, то, что, да, можно проверить, то, что доказано каким-то, так скажем… – Ну, или, например, там историки подтвердили что-то, да? – А достоверность определяешь пальцем. – Нет, ну, а просто констатирование факта чего-то само по себе тоже относится к истине? – Ну, к правильности, скорее. – Ну, это к правильности, да, потому что это будет консультация факта… – У него обязательность правдивая. – Какого факта? То есть, это одна сторона будет рассмотрена. – Просто констатирование – это правильность, если оно чем-то подтверждено ещё, там, какими-то статистическими данными, это уже достоверность получается. – Так, ну, следующий вопрос тогда разберём… – Диалектическая истина? – Диалектическая истина, да. Вот, то есть, это вот, возвращаясь к вопросу… – У меня кое-что вот есть про это. – А, пойдём? – У меня, да. – Вот, Гегель, во-первых, в науке-логике сформулировал определение, что истина – это соответствие понятия объекту, – но, с другой стороны, он пошёл дальше и сказал о том, что в истинном случае ещё понятие должно соответствовать… – Да, понятие должно соответствовать практике, когда речь идёт о преобразовании действительности. – Там ещё у него сформулировано такое положение, что абсолютная идея состоит из идеи познания мира и из идеи преобразования мира. При этом идея преобразования мира, она более высшая, чем познание, потому что, чтобы преобразовывать мир, надо сначала познать, достоверно разбираться в том, что ты собираешься преобразовывать. Вот, и поэтому ещё можно сказать, что истина – это ещё зафиксированная противоречия, зафиксированная живая противоречия. – Так, ну, мне здесь уже нечего, кто-то что-то скажет про диалектическую истину. – Полностью, согласен. – То есть, диалектическая истина – это оно равно понятию истины или это всё-таки… – Вообще, даже вот на семинаре товарищ Рюков объяснял, что истина, она в принципе, может быть только диалектической. Нет никакой другой истины, кроме как диалектической. Вот, то есть, истина, она всегда состоит из противоречий. – То есть, тогда вот, ответя на третий вопрос, можно просто не отвечать на него, а как бы сказать, уточнить, что вот истина – это и есть диалектическая истина. – Ну, вообще, да, но с другой стороны, есть как бы другие определения, не марксистские, сколько угодно. Ну, вот, и даже Михаил Васильевич как-то говорил, не помню, не помню, где именно, или писал, что даже само вот это определение, то, что истина – это соответственно понятие объекта, оно и до Гегеля было. Вот, а в чём его новаторство – это то, что он, абсолютная идея, ведь это что такое, как идеалист Гегель, и вот современники Гегеля под абсолютной идеей понимали Бога, и говорили, что вот Бог – это какая-то истина такая, а что такое Бог, а мы не знаем. Вот, и получается, что объясняли одно неизвестное другим неизвестным. Вот, а Гегель как раз разложил абсолютную идею на идею познания мира и идею преобразования мира. Вот, сразу в этом уже заложена дуалистичность, которая развивается, и диалектическая истина, то, что вот это фиксирует. Ну, и вот, соответственно, от этого второй момент, что практика должна соответствовать в случае преобразования мира. Если познание мира происходит, и в какой теории соответствует практика, то вот это, соответственно, истина. Если не соответствует, то можно. То есть, получается, что истина во времени, да, историческая история может только быть? Ну, так как вот выше говорили, что диалектика, она применима к истории в первую очередь, и к социальным моментам, то да. Ну, или как еще, когда он там доходил-то, Михаил Васильевич, до того, что такое ничто, и когда что-то, что вот, он говорит, самый худший хлеб, который есть, он лучше, чем лучший хлеб, которого нет. Такая бывать. Да, если вот хлебу применять, то можно не только вот к истории, но как бы зачем. Ну, и, соответственно, про диалектику как науку можно сказать, что это, основываясь на этом, науку, которая изучает противоположные тенденции в их единстве. И, соответственно, говоря о развитии, что всякое развитие, есть единство и в то же время борьба противоположностей. Ну, развитие – это движение от бытия к бытию, и движение неразвитого к бытию к более развитому бытию. Это развитие? Да, да, развитие. Это от простого к сложному. Это от простого к сложному, но вот еще… Да, ну, да, простого к сложному. Простого движется к сложному. Движение простого к сложному. Интересный тоже момент вот здесь по поводу развития. Это движение от чего к чему, то есть… Как сформулировать? То есть это движение себя к себе или это движение себя к чему-то другому? Это развитие от себя к себе. Развитие. То есть это движение от себя к себе. Это опять же не от себя. Нет. Но, в самом деле, не от самого себя. А себя. Себя развивать. Себя к себе. То есть, если я, например, читаю Ленина, то есть до того, как я прочел Ленина, это я. После того, как я прочел Ленина, это уже тоже я, но который прочел Ленина. Просто в развитии. Да. Более от этого уровня. Но в развитии, да? То есть я развился от этого уровня, что прочел Ленина. Я вот насколько как это вот понял… То есть это движение от себя к себе. Не от, а вообще. Не от, а даже от себя, а просто не развитого бытия к более развитому. Если как… Как я вот понимаю, вот это слово «от», оно ключевое, допустим, да? То есть базис, от которого эта, так скажем, формулировка идет. То есть если мы говорим «от простого к сложному», то любая точка будет развития, то есть на период, да? Если мы берем, допустим, себя самого, то в какой-то момент это развитие останавливается. А если мы эту «от» убираем, то процесс развития, он никогда не останавливается. То есть твое развитие, вот если ты «от» применяешь, то в любом вот этом промежутке времени, без слова «от» развитие продолжается. Вот как бы, я это так понимаю. Может, я сложно сказал, но… Вот в принципе, да. Ну то есть это движение себя к себе развития. Ну в общем, да. Себя? К более развитому. А вот даже, кстати, у вас определение, что движение неразвитого бытия к более развитому, на собственной основе, вот. Ну то есть вот смысл какой? Даже вот если брать, допустим, прочтение какой-то книги. То есть до того, как прочитал какой-то материал, да, ты простой, да, условно. Да. Ты, когда закончил читать, ты уже сложная, но ты же можешь еще познать какие-то вещи. И когда ты познаешь следующие вещи, то ты станешь еще более сложным, как бы, так скажем, организмом, или как хотите, называйте. И то есть вот этот «от», если мы убираем, то процесс, он никогда не останавливается. Вот о чем, как бы, я полагаю, идет речь. Ну еще вот такой момент, тоже зафиксировать определение важное, что противоречие – это целое, любое противоречие – это целое, которое состоит из противоположных моментов. Да. То есть даже в развитии вот себя к себе всегда существует два противоположных момента. То есть всегда есть возникновение, да, и всегда есть прихождение. То есть вот первые две категории в науки логики. То есть всегда есть отрицательное какое-то движение. То есть если говорить, что вот развитие не заканчивается никогда. Если говорить о человеке, то это развитие заканчивается в момент его смерти в конкретном человеке, А если говорить о человечестве в целом, то это да, это развитие, оно, конечно, никогда не заканчивается. То есть человечество всегда развивается, ну, то есть себя к себе уже там более сложным общественным отношением. А вот почему можно сказать, что диалектика – это именно наука, как наука? Именно наука, потому что она опирается на законы, на метод, на научный. Ну, можно сказать, что диалектика – это система? Да. Ну, потому что она как раз вот из элементов уже диалектических материалин, а, да, материалин на диалектике диалектики. Ну, да, вот так как она изучает противоречия. Я вообще нашла определение, что она представлена как способ изучения явлений, скрывающих внутренние присущие противоречия. То есть она, диалектика, как наука, дальше. Ну, я же говорю тут скорее не как наука, а как способ познания явлений. Нет, но способ познания – это и есть наука или нет? Ну, наука, это если она опирается на какие-то законы, наверное, если она скрутизирована… Ну, диалектика всегда опирается на объективные. То есть она же не… Ну, какие законы? На какие законы? И подтверждена методами, какими-то признаки науки. Ну, признаки науки какие? Мне кажется, это, во-первых, классификация чего-то. Ну, это не классификация, а система. Именно система. То есть, насколько я как-то понимаю… Система подразумевает в себе классификацию чего-то. Ну, если ты чего-то изучаешь… Ну, классификация… Ну, вот если берем… Если ты чего-то изучаешь, ты должен разложить все это, так сказать, классифицировать те объекты, которые ты изучаешь. Или нет? Ну, система – это как бы взаимосвязи, да, что-то связанное со взаимосвязями. То есть, система – это устойчивые связи между явлением. То есть, не просто там явления существуют как бы отдельно сами по себе, они еще как-то связаны. И это подтверждается законами, которые есть. Да, почему, кстати, вот там к следующему вопросу, если переходить, то диалектический материализм. Вот, до восемнадцатого века все в Европе объяснялось через христианство, через религию, через Бога. А затем… Марксизм, он вырос уже из философов, из материалистов, которые объясняли реальность вот так-то. И вот понятие диалектической истины было сформулировано не так, что просто верьте какой-то высшей истины. Нет, я с тобой согласен, что, допустим, да, марксизм, используя диалектику, то есть маркс, используя диалектику, они создали практически исторический материализм. Да, да. Вот. То есть объяснили переход одной формации развития человечества в другую формацию, да? Да. Вот. Но почему это наука именно? Ну, просто вот как, опять же, если Гегеля брать еще до материализма, как идеалист, он взял определение и истину сформулировал. Это предмет, который она изучает, вот. То есть он не сводил это все к вере, как, например, вот схоластика. Схоластика же тоже что-то пыталась сделать, там, и Фома, и Квинский, вот. И у него доказательства Бога такие удивительные, которые исходят из заведомо идеи, что Бог есть. А раз Он есть, то Он есть, там, потому-то, потому-то, потому-то. Ну, я вот, честно говоря, не вижу вот здесь вот как бы определение науки. Почему вот диалектика как наука? Я хотел бы, чтобы товарищ Марат нам в этом помог. Что надо сказать о диалектике? Сначала надо сказать, что такое наука. Наука это система знаний, вот. А диалектика, она есть система категорий. И что такое система, тоже надо дать определение. Система это движение простого к сложному, низшего к высшему. Вот. То есть это пересекается с понятием развития. Вот. И в диалектике идет развитие мысли от простой категории, но всеобщей, чистое бытие, до самой полной, в Сево-Ямереющей категории, абсолютной идеи. Вот. Которая, по сути, она и есть это чистое бытие, но уже более глубоко понятое, уже как понятие, через которое просвечивает сущность. Вот, в принципе, в этом заключается понимание диалектики как науки. То, что это система знаний, система категорий, в которой движение происходит от простой категории к наиболее сложной, которая, по сути, является развернутым пониманием этой простой категории. Вот. Как система вот этих категорий? Это вот категории, а не какие-то вот отдельно друг от друга, или как вот эта система построена? Система построена так, что идет движение от категорий путем выведения следующей категории, и следующей категории, она является истиной предыдущих категорий, всех предыдущих. Все последующие категории выводятся, да, и сохраняют в снятом виде предыдущего категория. Поэтому истина наличного бытия – это определенное наличное бытие. В следующей лекции, ну не в следующей, в лекции по диалектике будет. Так, ну у нас осталось еще три вопроса, на которые не отвечали. Значит, диалектический материализм, исторический материализм, диалетика как источник и составная часть «Момент Максима». Диалектический материализм. У меня есть что-то, ну, более абстрактное, мне кажется, без конкретных определений, но могу зачитать. Значит, диамат есть философия марксизма – теоретический фундамент научного коммунизма. Изучает наиболее общие объективные законы изменений развития природы, общества и познания. Дает материалистическое обоснование явлениям объективного мира. «Характерной особенностью материалистической диалектики является то, что она рассматривает явления так, как они происходят в действительности, объективно, а следовательно, в непрестанном движении изменений и развитии. Отрицает субъективизм в научном исследовании». Вот. Ну, то есть, примерно таким образом. Даже товарищ Юрков говорил, что, неправильно говорить, диамат. Есть диалектический материализм. Сейчас даже появились, говорит, какие-то товарищи, которые называют себя диаматиками, что это не совсем правильно. Есть диалектический материализм. То есть, диалектика Гегеля истолкованная материалистически. Вот. Но я тоже готовил ответ по этому вопросу. И тогда зачитаю его. Значит, Гегель был идеалистом. Но диалектика — это метод познания истины, который он создал. Описанный в его труде наука логики. Утверждает, что нет ничего, не содержащего в себе противоречий. Любой предмет или явление содержит в себе два противоположных момента. Если отбросить всю идеалистическую шелуху, не нарушая основ диалектической логики, ее можно истолковать материалистически. Вся разница будет заключаться лишь в том, что считать первичным — материю или идею. Такой подход и применили в своих работах Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Как они сами говорили, они перевернули Гегеля с ног на голову. Но можно сказать, что они сами перевернулись. То есть, будучи гегельянцами, они, можно сказать, стояли на голове и перевернулись, и стали на ноги твердо. То есть, толковали именно вот эту систему геалектическую, материалистическую. То есть, первичным считается материя. То есть, материя развилась до какой-то своей формы высшей. Материя развилась до человека, который начал вырабатывать какие-то идеи, грубо говоря. И уже эти идеи применять для преобразования материи. То есть, вот такой порядок. А не наоборот, что есть какая-то идея в виде Бога, которая, вот эта идея, получается, преобразовалась в материю. То есть, Бог создал там человека. И вот эта материя уже начала идеи какие-то формировать, познавать Бога, так сказать. Вот в чем разница между идеализмом, который присущ науке логике Гегеля, и идеологического материализма, который уже применяли Карл Маркс, Фридрих Энгельс, далее Ленин в своих работах, в своих трудах. И самое главное, что, как ни странно, но диалектика, идеалистическая диалектика Гегеля, их привела к Фейербаху, к материалисту. И они, так сказать, стали материалистами. Так, ну, по диалектическому материализму есть у кого-то что-то сейчас? По-моему, все понятно. Так, ну, хорошо, тогда следующий вопрос у нас исторический материал. По-историческому могу. Маркс, применяя законы диалектики к истории, сформулировал, что каждый общественный уклад за счет развития производительных сил сменяется следующим, более прогрессивным. Вот, далее еще, там есть такой момент, как политэкономия, но она тоже не марксистское изобретение само по себе. Она разработана еще была Адамом Смита и Рикардо, но Маркс ее также диалектически развил и сформулировал закон развития всемирной истории, как закон классовой борьбы, то, что с развитием производительных сил тот или иной класс становится прогрессивным и, соответственно, каждый из них старается стать главенствующим, что ли. И со сменой уклада меняется и господствующий класс. Каждому укладу соответствует свой класс. Ну, не совсем, по-моему, правильно. По-моему, классовую борьбу как раз не Маркс, так сказать, а открыл. Класса не Маркс? Нет, класса не Маркс. Классовую борьбу. Саму классовую борьбу тоже не он, потому что сразу же, как только... Смена одного классового. А вот другой вопрос, что... Более прогрессивный. Нет. Вот необходимость прихода, вернее, историческую роль рабочего класса... Наверное, вот за это... Нет. Рабочего класса он... Почему он на рабочего это сформулировал? Что каждая формация меняется с классом на более прогрессивный. Вот. И он тогда определил рабочий класс в качестве более прогрессивного. Вот Ленин, как в работе про три составные части марксизма писал дословно, даже скопировал. Гениальность Маркса состоит в том, что он сумел раньше всех сделать отсюда и провести последовательно тот вывод, которому учат всемирные истории. Это вывод есть учение о классовой борьбе. То есть сами-то классы, они были открыты еще Терри, Миньи и Гизо, фразузскими... Да. ...классы. Но вот именно учение о классовой борьбе и подавление прогрессивным классом, значит, менее прогрессивных, это вот уже Маркс. То есть они сформулировали, ну и как бы вот были классы открыты. А Марксам на учение классовой борьбе было, судя по Ленину? Ну, я тоже готовил ответ на этот вопрос, тоже зачитаю. Исторический материализм – это диалектический материализм, примененный к изучению истории. Благодаря этому методу Марксам и Энгельсам были сделаны величайшие открытия. Они доказали, что вся история человечества – это история борьбы классов. И Энгельс говорил, что история человечества – это история производства жизни вообще. То есть она вся основана на производстве, на производственной непосредственно жизни. Или можно сказать, что история человечества только начнется, когда будут уничтожены классы, когда будет построен коммунизм. Основное положение исторического материализма – это общественное бытие определяет общественное сознание. То есть вот это открытие тоже такое очень важное. Нужно понимать, что именно общественное бытие определяет общественное сознание, а никакое бы то не было в этом бытие вообще. Да, ну и собственно общественное бытие тоже не определяет индивидуального сознания, что очень важно. То есть, как вот говорят, что допустим нет социализма, потому что много мелкобуржуазных относительно. Ну вот, могут в капиталистическом обществе, также вот, например, не Ленин, не Энгельс, например, они не были бедняками. Там Ленин – дворянин был по сословию, Энгельс – фабрикант, ну вот. То есть у них индивидуальное сознание было не капиталистическое, а могут и наоборот сохраняться при житке буржуазного. Но именно общественное бытие, оно общественное сознание определяет. У нас остался один вопрос – диалектика как источник и составная часть монет марксизма. Разрешите мне? Разрешаю. По этому поводу. Можно, да? Значит, Владимир Ильич Ленин в своей работе «Три источника, три составных части марксизма» указывает, что… Значит, это три источника. Источник первый – это немецкая философия, дальше английская экономика и французский утопический социализм. Причем, что характерно, я как бы вот одно время отметил, что он именно везде, когда перечисляет их, в других где-то, где указывают эти составные части, он всегда указывает философию на первом месте. И причем именно, когда читаешь эту работу, то видишь, что там разворачивает он именно в основном гегелевскую диалектику. И, мало того, он вот всех своих соратников призывал изучать диалектику и прямо писал так, что, по-моему, он Бухарину написал в письме «Учись у немцев, коммунистическая обломовщина». То есть, когда люди изучают диалектику как основу всего марксизма, так сказать, всего здания, то действительно очень трудно сбить человека с правильного пути и разрушить, так сказать, это здание. А так как у нас диалектику вот не изучали толком, то у нас здание и рухнуло. Ну вот, собственно, все, что я хотел сказать по этому поводу. Можно маленько добавить? Ну что, вот это вот то, что вы перечислили, это как бы именно источники, то есть это из чего марксизм родился. А составные части, я так поняла, это уже вот именно там учения Карла Маркса, то есть и еще какие-то две части. Нет, составные части вообще, как бы правильно Попов говорит, что это немножко несоответствующее такое название. Части у трупов. Части, да. Тогда, причем ведь я как-то думал, когда после лекции Попова, значит, снова перечитывал вот эту работу, я понял так, почему Ленин называл части. Это просто для понимания. Брошюра была написана для рабочих, для, то есть, неподготовленных людей. Им, возможно, было легче так понять. Я думаю, что если бы, так сказать, это писал для более подготовленных, что ли, людей, он может быть… Акцентировал внимание, что это не просто часть, а моменты. Да. И почему это не так. Он так не выразился. Марксизм, именно как наука, он тут еще не включается и работы Маркса. То есть, вернее, имеется в виду здесь ведь источники. Сам Марксин, конечно, там и капитал, пожалуйста, и не считая философией, все что угодно. Но именно источниками является именно вот эта диалектика, которая привела к материализму. И материализм, и уже диалектический, исторический, как база, как фундамент всего этого здания. Ну, я тоже, это вот третий вопрос, на который я отвечал, тоже зачитаю. В самом начале своей работы «Три источника и три составные части марксизма» Владимир Ильич Ленин пишет, его учение возникло как прямое и непосредственное продолжение учения величайших представителей философии политической экономии и социализма. Да, и если говорить об источниках, то источники это вот именно, да, классический, классическая немецкая философия, английская политэкономия и французский утопический социализм. Но это как источники, то есть, откуда черпали информацию, да, ну как не информацию, а на чем базировался марксизм. Но если говорить о том, что это… Сам марксизм. Да, про марксизм, что он состоит из трех моментов, то есть, это диалектика, но диалектика, она уже взята не как наукологики, да, идеалистические у Гегеля, а уже истолкованные материалистические, вот, и да, она действительно стоит на первом месте, потому что применяя именно диалектический материализм, возможно было прийти вот к тем выводам, которые сделал марксизм. То есть, да, вот, дальше я продолжаю отвечать. Это и есть три источника, я ответил, что это и есть три момента марксизма. Вот сейчас, у меня мысль такая… Говоря о философии, имеется в виду немецкая классическая философия Гегеля, и вот Фейер Бах уже материалистически ее пытался толковать, то есть, диалектика. Только применяя диалектический материализм к изучению истории, политэкономии, общественных и производственных отношений, было возможным увидеть ту материальную силу, которая способна уничтожить классы и привести все общество к социализму. Поэтому нельзя сказать, что диалектика – это часть марксизма, она его момент, и диалектику нельзя выбросить из марксизма, просто рассматривать, не применяя, ну, то есть, рассматривать не диалектический политэкономию Маркса, да, то есть, это капитал. И вот Владимир Ильич Ленин говорит о том, что нельзя, да, вполне понять капитал Карла Маркса, в особенности первого тома первой главы, не прочитав и не простудировав всей науки логики Гегеля. Вот, именно потому что работа «Капитал», она написана с применением диалектического материализма. Вот, и нельзя, да, вот, «Капитал» прочитать и там какое-то взять утверждение и сказать, что это истина, потому что это будет нести себя правильно. И если вот говорить про третий источник марксизма, да, это утопический социализм, почему он утопический был? Потому что он был представлен как некая фантазия, каким бы общество хотелось видеть, но оно было, вот, как… Ну, то есть бездоказуемо, не было основы, как к этому социализму-то прийти, как к этому миру, построенному на фантазиях этих французских утопистов, достичь. И вот на основе своих работ Карл Маркс именно находит эту материальную силу, которая способна привести все общество к социализму. Это рабочий класс. Это вот та материальная сила. То есть придя к этому выводу, Маркс уже нельзя сказать, что это утопический социализм. Это уже научный социализм, потому что уже рассмотрена вот именно вот та материальная сила. Ну, собственно, у меня все. А ты-то, получается, уже проходил этот весь курс? То есть ты повторно закрепляешь уже для себя? Я не совсем его закончил. А, вот так. У меня последние два семинара и экзамен я не сдал. Ну, я их не сдавал просто. Потому что я пошел учиться там. Ну, понятно. У меня просто не хватало. Ну, и по второму кругу пошел. Надо будет по третьему. Мне кажется, там, по-моему, можно всю жизнь это изучать. И то, наверное, не разберешься. Это на втором отделении. Да-да-да, я помню. Красный университет, он состоит из двух отделений. Первое отделение – это вот непосредственно вот этот курс годового учения. Водный, да? Да. Это вот такие концентрированные основы, которые необходимо получить. А второе отделение – это вот всю жизнь читаешь, учишь, занимаешься, развиваешься. Не ограничивается первым отделением обучение в Красном университете. Ну, дипломы получают по включению первого отделения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok